Всем привет! Сталкивались вы с чем-то по-настоящему уникальным и невообразимым. Каждый человек встречает такую вещицу хотя бы раз в жизни. Какие истории окружали ее и каково было ее предназначение? Уверен, все задавались таким вопросом. Для этого и существует ученое в области археологии. Сегодня я вам расскажу о самых необычных находках археологов. Но прежде чем мы начнем, не забудь подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Приятного просмотра! Танцующий скелет. В российской провинции Приморский край был найден скелет, который будто весело проводил время. Археологи, которые нашли данную могилу в 2017 году, назвали скелет Михаилом. Первая странность заключалась в том, что Михаил единственный скелет, принадлежавший 30-летнему мужчине на кладбище для пожилых людей. А еще более уникальным его делала странная поза, в которой его нашли. Подобный ритуал погребения был неизвестен ученым. Михаил лежал на спине, его запястья были скрещены, лодыжки также были скрещены, а колени разведены в стороны далеко друг от друга. Это создавало впечатление, будто скелет танцует, но реальность была менее праздничной. Исследования показали, что Михаила, вероятно, уложили в могилу со связанными руками и ногами. Исследователи также считают, что Михаил, который жил между 7 и 9 веками, страдал от болезни, деформировавшей его ноги. Сегодня решить загадку танцующего скелета уже практически невозможно. Но ученые стараются дать точно ответ находки. Копченая и татуированная мумии Иннибалои. В ходе вырубки леса был обнаружен огромный склеп, который принадлежит народу Иннибалои. Его представители до сих пор населяют этот регион. В пещерах на склоне гор Кабаян были сложены сотни маленьких гробов, в которых находились высохшие и неестественным образом скрюченные человеческие тела. Их возраст оценивается примерно в 500-700 лет. Многие из этих мумий носят на себе образцы местного тату искусства. Эти мумии уникальны тем, что тела бальзамировали весьма оригинальным способом. Начиналось все с того, что еще живому, но находящемуся при смерти человеку давали выпить достаточное количество концентрированного раствора соли, который фактически и убивал его. Благодаря этому, в отличие от других культур, Иннибалои в ходе бальзамирования не извлекали внутренние органы, телу придавали позу эмбриона, поскольку считалось, что в мир мертвых нужно отправляться в таком же виде, в каком зарождается человеческая жизнь. После натирания различными травяными составами, тело коптили на медленном огне, периодически вдыхая ему в рот дым от трав, которые курили родственники усопшего. Весь процесс приготовления мумии мог занять до полугода времени. Маленькие гробики с маленькими мумиями являются желанным объектом для частных коллекционеров всего мира. В связи с этим, могильник со времен своего обнаружения периодически подвергается разграблением. И это несмотря на риск попасть под страшное проклятие, которое обязательно обрушится на тех, кто не уважает прах предков и неболой. В связи с этим, существует легенда о выкраденной мумии вождя. К слову, мумии всегда наделялись историями о страшных проклятиях. Ничем хорошим не кончается, когда кто-то беспокоит прах умерших. Примером тому служит найденная в 2016 году в Египте мумия, которая предположительно принадлежала жрица богине Хатор. В 1919 году местный пастор христианской церкви выкрал покрытую магическими татуировками мумию местного вождя Аппа Анну и продал ее трем матросам корабля, который следовал Европу. В скором времени после этого священник умер, не успев потратить полученное вознаграждение. Один из матросов, который принимал участие в сделке, выпал за борт, второго забил насмерть любовник его жены, а третий и вовсе повесился. Тело Аппа Анну доставили в Испанию, где долгое время демонстрировали за деньги в музее. Однако в 1984 году мумию вождя пришлось вернуть на родину, поскольку сотрудников этого музея начали преследовать необъяснимое несчастье. А что думаете вы? Существует ли на самом деле проклятие гробниц? Пишите об этом в комментариях. Медные погребения На севере России давным-давно забытая культура 8 века хоронила своих мертвых, заворачивая их в медь. В 1997 году возле Салехарда был обнаружен некрополь Зеленый Яр. В 2017 году в этом месте раскопали пару трупов в необычных погребальных одеяниях. Похороненные в каждой своей собственной могиле взрослый и 6-месячный младенец были плотно заключены в коконы слоев бересты, меха и ткани. Самым необычным же было использование меди. Кокон мумифицированного ребенка был украшен медными кольцами и точно такими же кольцами было обернуто все тело взрослого. Разворачивание мумифицированных останков потребует длительного, деликатного процесса. И ученые с нетерпением ждут информации об этой загадочной группе. На данный момент пол 1300-летней пары погребенных остается неизвестным. А на этом все. Спасибо тебе за просмотр. Обязательно подписывайся на канал, делись видео с друзьями, пиши свое мнение в комментарии. Удачи и до встречи в будущем.